Продолжение следует... Обязательно ставить лайк, потому что чем больше будет лайков, тем больше увидят этот контент. Тем более, что по карману это вас не бьет. А вот кого бьет по карманам, те, которые жертвуют своими деньгами и присылают донаты, неважно какой суммы, но постоянно присылают, им огромное спасибо. Иногда я списки вот в самом начале выкладываю. Я знаю, что не всем это нравится, но я не могу знать, кому это нравится, кому это не нравится. Поэтому выкладываю. Еще раз спасибо. Ну и обязательно приобретайте мою книгу «Записки странствующего Армянина», пока она есть. Это первый том, уникальная книга. Уверен, она вам понравится. Кто уже ее приобрел, напишите в комментариях. Неважно, какие будут отзывы, обязательно напишите, потому что это послужит стимулом и тем, кто ее захочет приобрести. Я могу и с автографом вам ее отправить, если вы попросите. Пройдитесь по ссылке, что ниже, здесь вот в описаниях этого выпуска. Там будет ссылочка, как купить книгу. Пройдитесь по ней, сделайте все так, как там написано. Если вы проживаете за пределами России, можете написать на электронный адрес. И вам ответят, как вам в Америку или в Европу или еще куда заказать эту книгу. И ее вам я или мои помощники обязательно вышлют. Уже было выслано за пределы Российской Федерации сотни книг. Ждет ваш экземпляр также. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Удивлен, сколько нынче в средствах массовой информации дезинформации. Заскулили гиены, завыли шакалы. Каждый норовит воспользоваться этими митингами в Армении и натравить на армян. Да, все равно, кого там стравливать. Одни бакинские чушата рассказывают Украине про пророссийского Баграта Сарбазана, который хочет сместить прозападного и вообще такого отличного парня, как Пашинян. Другие бакинские чушата скулят уже в России и рассказывают россиянам про того же Пашиняна, но только уже в качестве сукиного сына, который уводит Армению от российской зоны влияния в сторону Запада. Казалось бы, вам-то что? Ведь святое место пустым не бывает. Добро пожаловать, Азербайджан, ВДКБ. Тем более политика Азербайджана, политика проститутки. Одной ягодицей Россию удовлетворяете, печетесь о ее внешней политике. Другой ягодицей ублажаете Украину, доставляя ей нефтепродукты и военную технику. А в СМИ, в СМИ вообще там, я не знаю, нужно не просто байки как можно больше им рассказывать, но и нацистские методички свои азербайджанские предложить тем, кто работает за пределами Азербайджана. Но это азербайджанская зомбированная масса. С ними понятно. Я уже одиннадцатый год пытаюсь что-то там объяснить, борюсь с ними в средствах массовой информации. Или как сейчас уже модно, наверное, было бы говорить, в средствах массовой дезинформации. Но, как оказалось-то, и в России есть люди, не только вводящие в заблуждение, но и напоминающие, что уход Армении от зоны влияния России может пагубно сказаться на армянах, проживающих в России. Именно так прямо не было, конечно, сказано, но суть была именно такова. И сказал это не кто-либо, а Руслан Курбанов. Кстати, лезгин по национальности, который давно перестал быть лезгином для думающей части. Лезгин, так как Азербайджан ущемляет права его народа в Азербайджане, где лезгины автохтонное население. А этот странный лезгин благословляет Азербайджан при этом и при любом пошатывании отношений, скажем, России и Армении, ситуативно пытается очернить, конечно же, Армению, ну или армян. Так вот, сегодняшний выпуск для вас. Русланы, Мамеды, Ахмеды и прочие Оглы и их икрожоры-соратники, вроде Игоря Прокопенко, вновь проснувшегося после долгой спячки. Помните, как он назывался тогда, электромайдан, во, в Ереване в 2015 году, когда Прокопенко стал свои марсианские программы выпускать с протестующими в Ереване, что вышли высказаться против повышения тарифов на электроэнергию. И вот снова проснулся Прокопенко, но он-то ладно, он и сам говорит, что у него нет задачи образовывать зрителя и спокойно может нести ахинею на РЕН-ТВ о марсианах и их связи с армянами. Ему можно. С таким послужным лунно-марсианским списком его проектов нормальные люди, адекватные, не воспримут эти прокопенковские теледификации. Разве что Азербайджанская Академия Наук и Пресса подхватит. Не более. Они подхватывают все грязное об армянах. Поэтому начну. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот они там, значит, если вы смотрите, конечно, в Ютюбе, это они под экраном, вот эти вот лайки. И главное, записывайте, проверяйте все, что я говорю. Проверяйте мои слова на подлинность, на правду. Погуглите, чтобы, так сказать, убедиться в моих словах. Я сегодня не буду разделять Россию, Украину и Беларусь на три страны, так как эпоха, с которой я начну, не знала ни Россию, ни Украину, ни Беларусь. И эта эпоха называлась Киевская Русь. Так вот, с Киевской Руси протягивается нить армян в этих самых современных трехславянских государствах. Начиная с Крещения Руси, кончая новейшей историей. Крещение Руси – время, когда вас, мамеды, в помине не было как народ. А имена нынче, что у вас Ахмеды, Али, Гусейны, Хасаны, Гасаны и прочие, называли так только детей Аравийской пустыни. А Чингизов, Русланами, Тамерланами и прочими называли детей Монголии и Алтая. Вот в эту самую эпоху, когда детей так называли у Монголии и в Аравийской пустыне, здесь, на территории России, армянские военачальники и императоры из Византии уже налаживали контакты с Русью. Армянин Василий II, болгоробойца, Барсек Булгараспан по-армянски, выдал свою сестру Анну замуж за русского князя Владимира с условием, что тот примет христианство. Чего Владимир и сделал. А вслед за ним и народ русский крестился. Об их корнях армянских можете почитать в каких угодно словарях и справочниках об этой македонской династии или у того же даже Татищева. Иначе говоря, армянка принесла на Русь христианство. А другой император еще до христианства на Руси, тоже армянин Иоанн Цимисхий Аванес Ценшхик, в 1972 году обменялся грамотами с новгородским князем Святославом Игоревичем. И это все можно тоже в справочниках проверить, можно почитать в книге Иоанн Цимисхий, русского писателя первой половины 19 века Николая Полевого. Есть еще и известная картина Клавдия Лебедева «Святослав встречается с Цимисхием». Конечно, в истории российском были и темные моменты, когда представители армянского народа оставляли неблагоприятный след, но и эти вошли в историю. Например, известно, что на российский престол стремилось несколько самозванцев, так называемых лжедмитриев. Но мало кому известно, что одним из таких лжедмитриев был армянский купец Антон Асланбеков, выдававший себя за царя Петра III и желавшего занять российский престол в 1764 году. Более того, если говорить уже о Российской империи, армяне один из немногих неавтохтонных народностей России, которые не сами приехали, чтобы продать фиалки или помидоры, чтобы прокормить, скажем так, свою семью, проживающую в нефтяном государстве, как некоторые. А их пригласили сам первый император России Петр I. Известный указ Петра от 1711 года, зачитанный однажды Путиным, помните, армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы дать охоту для большего их приезда. У меня тут на столе, я не знаю, вот например, кипа всяких старых документов, и они были изданы и собраны членом Совета Народного Просвещения Российской империи Герасимом Артемьевичем Эзовым в 19 веке. Представляете, в 19 веке, чего тут только нет, в том числе и переписки армянских меликов Арцаха с российским правительством. В отличие от вас, армянофобов, сотни армян были именитыми офицерами, генералами Российской империи и доходили до министров просвещения, как Делянов, например, и авторов Российской Конституции, как Лорис Меликов. Армяне строили в России города, как Армавир, Ночевань-на-Дону, Буденовск, Григориополь, нынче в Приднестровье. Я уже не говорю о селах. Армяне открывали вузы в Москве, как Лазаревский институт. Армянин Айвазовский увековечил свое имя, стал первым маринистом России и пока что единственным самородком. Армянин Никита Балиев, основатель первого пародийного театра в России. Армянин Евгений Вахтангов создал школу актерского мастерства, которая живет и теперь. Основательница русской балетной школы Агриппина Ваганова сделала балет России брендом на весь мир. Архитектура. Пока вы говорите, ваш азерамифический зодчик Керин Кремль строил. Реальные армянские архитекторы в десятках российских городах возвели узнаваемые здания, в том числе Ашот Мдоянц, автор одной из московских Сталинок высоток 50-х годов. Это дом на Кудринской площади. Или второе название высотка на площади Восстания. Или узнаваемое здание Театра Красной Армии, построенное в 1930 году Кару Алабяном. Его же мысли принадлежит здание морского вокзала Сочи, железнодорожного вокзала Воронежа. Более того, Алабян является одним из соавторов генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. В Москве десятки армянских топонимов, старейшая со времен наполеоновских войн Армянская улица, далее Люсиновская улица, Леонозова. Касаемо Великой Отечественной войны, среди народов СССР больше всего погибших во время Великой Отечественной войны в процентном соотношении были армяне. Они потеряли 14% своих сынов. Иначе говоря, при численности на 1939 год 2 152 860 человек ушли на фронт 600 тысяч. Это 28% всего населения. Из них погибло 300 тысяч. 14%. Как видите, серьезная цифра. Но и армян, героев СССР было в 2,5 раза больше, чем у мамедов из Азербайджана. Почти 90 человек удостоились во время войны и еще с десяток человек уже после войны. Я могу продолжать и продолжать. Поэтому рекомендую не играть на армянофобской дудке и переносить в Россию эту музыку из Азербайджана. Кое-кому 2020 год, как я посмотрю, вскружил сильно голову. И то ли еще будет. Ведь не раз то ли еще был и бил вас по мордам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова